На эту тему поговорим с нашей гостью. К нам присоединяется Светлана Ковальчук, кандидат политических наук, исполнительный директор форума «Ялтинская европейская стратегия». Светлана, рада приветствовать вас. Добрый день. Светлана, знаете, когда мы говорили о санкциях Евросоюза против России, прозвучала такая хорошая фраза «санкции работают тогда, когда работают комплексно». Вот я сейчас озвучил санкции Соединенных Штатов и Великобритании, и следующая информация была о санкциях Евросоюза. Вот как вы прокомментируете этот момент именно комплексно? Насколько они пересекаются, эти санкции, насколько они разнятся, но тем не менее поддерживают друг друга? Действительно, на прошлой неделе Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, а также Канада и Великобритания приняли решение о новых санкциях против Ирана. И важно заметить, что все эти санкции были координированы, потому что, когда мы говорим о санкциях государства, они направлены против предприятий, которые занимаются производством частей или производством самих дронов или баллистических ракет, а также направлены против лиц, которые причастны к этому производству. И, кроме того, европейские государства, США, Великобритания, а также Канада договорились, что они будут существенно ограничивать экспорт деталей, которые тоже используются для производства баллистических ракет или для производства дронов. То есть мы имеем тот случай, когда все санкции были приняты и скоординированы среди больших государств нашего мира. И если мы говорим о количественном показателе, конечно, под санкциям США пребывает самое большое количество предприятий, физических лиц, юридических лиц. А под санкциям, например, ЕС попадает некоторое меньшее количество компаний и юридических лиц. Но все же, если мы будем смотреть комплексно на ситуацию, то под санкции попали большинство предприятий и физических лиц, которые нам известно, что они вовлечены в производство баллистических ракет и тоже дронов. На ваш взгляд, как вы считаете, это абробация чего-то нового или ужесточение уже существующих санкций? Ведь Иран, как известно, более 40 лет под санкциями Запада. Это уже, конечно, ужесточение существующих санкций. Потому что, как вы сказали, 40 лет Иран под санкциями, и все равно производство баллистических ракет и дронов существует, несмотря на все предыдущие санкции, все равно Иран продолжает развивать ту же свою ядерную программу. Хотя были приняты ряд санкций, чтобы ее удерживать. Но все равно, как-то санкции нарушаются, Иран продолжает создавать угрозу всему миру. И это хороший пример скоординированного подхода. Смотрите, Россия уже обогнала Иран по количеству санкций. То есть мы говорим, да, 43 года, если я не ошибаюсь, Иран под санкциями. Но Россия за два года полномасштабной агрессии против Украины уже обогнала. Иран, и Венесуэлу, и Кубу, если я не ошибаюсь, и еще там ряд стран вместе взятых. Ну а на второй год войны находит возможности все равно военного производства, высокотехнологичного, находит лазейки пути. И даже сейчас говорят, ну пока только в России, ну возможно с этим могут поспорить западные экономисты, но тем не менее о неком экономическом подъеме, то есть адаптировалось к санкциям. Тут мы говорим о странах Центральной Азии, в частности, ну Китай, попозже эту тему затронем. Я хотел об Иране поговорить. Иран за 40 лет тоже ведь адаптировался неким образом к этой санкции, к этим санкциям Запада. А может ли так статься, что эти санкции, которые вот сейчас Запад и Америка, то есть Европа и Америка предпринимают против Ирана, могут быть направлены еще и на тех, с помощью кого стран, я имею в виду, обходит Иран эти санкции? Ну вот это очень важное уже заявление с вашей стороны. Действительно, сейчас, если мы говорим о санкциях, это не только против Ирана, а и против тех стран, предприятий и физических лиц, которые помогают, поддерживают Иран. То есть сейчас мы имеем уже дело борьбы не только с одним государством, а уже тоже и с его союзниками и взаимодействием с союзниками. Потому что уже в санкциях и в санкциях ЕС, в санкциях Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Канады говорится четко о ограничении экспорта необходимых запчастей для производства беспилотников и дронов. И тоже, когда мы говорим о санкциях на физических лицах, это тоже имеется в виду. Физические лица находятся в разных государствах, то есть уже борьба идет более системная, более синхронная. Иран имеет уже такой большой опыт существования под санкциям. Конечно, с одной стороны, мы видим, что бывают моменты, когда Иран практически был на границе гуманитарной катастрофы, когда уже те же ООН предоставляли еду для граждан Ирана. Но, с другой стороны, Иран продолжает существовать как независимое государство. И, конечно же, за счет нефти, которую экспортирует Иран. И основным получателем нефти Ирана, как и не странно, оказывается Китай. Хотя они официально говорят, что большее количество нефти они получают не с Ирана, а с Малайзии. То есть мы, опять же, видим интересную картинку противостояния не только Штаты Ирана, но и Штаты, и Китай. Я сейчас переведу некую цифру, некую информацию по данным Дочевеля, что за последние шесть лет Тегеран экспортировал нефти больше, чем когда-либо ранее, несмотря на санкции, которые осенью 2018 года ввели Соединенные Штаты. Так вот, Дочевеля пишет, что экспорт нефти за прошлый год принес иранскому бюджету более 35 миллиардов долларов. В течение первого квартала этого года Иран продавал в среднем миллион пятьсот шестьдесят тысяч баррелей сырой нефти ежедневно и почти весь этот объем в Китайскую Народную Республику. По мнению экспертов, которых цитирует Дочевеля, Ирану удается обходить санкции. Если администрация президента США хочет изменить ситуацию, ей необходимо переключить внимание на Китай. Давайте вот прежде чем переключить внимание на Китай, давайте переключим внимание на Малайзию. То есть, вот эти санкции обратят ли внимание на то, что Китай покупает малайзийскую нефть, то есть иранскую, но под видом малайзийской. Может ли эта информация как бы помочь тем, кто разрабатывает санкции западные против Ирана? Конечно, это та информация, которая учитывалась гражданами, которые занимались новым пакетом санкций против Ирана. И то, что Иран живет за счет продажи нефти Китаю, это уже давно понятен для всех факт. Поэтому представители из США, Великобритании и ЕС тоже определяли этому направлению определенное внимание. И когда мы говорим о санкциях против юридических и физических лиц, тоже имеется в виду и санкции против лиц, которые занимаются вот этими перепоставками иранской нефти. Такой момент. Я хочу еще вернуться на шаг назад. Если для России основным источником обхода санкций служат страны Центральной Азии, там у них свои связи, то для Ирана, возможно, вы меня исправите, Объединенные Арабские Эмираты. Как вот с этим хабом быть для такой вот теневого экспорта продукции и товаров в Иран и в обратном, кстати, направлении? К сожалению, Объединенные Арабские Эмираты тоже такой важный хаб для Ирана. И, конечно же, часть нефти и другой продукции Ирана продается через Дубай. И тогда уже иностранные государства имеют дело не с Ираном, а с товаром с Объединенных Арабских Эмиратов. И, конечно же, этот факт тоже учитывает государство при разработке санкций. То есть, опять, если сначала мы говорили о санкциях против Ирана, против предприятий и физических лиц, которые находятся в Иране, и там частично были тоже время от времени замораживались счета юридических лиц, которые находятся в ОАЕ, то сейчас количество предприятий, количество физических лиц, которые попадают под санкции, которые находятся в этих государствах, выросло. Евросоюз намерен наказать китайской компании за нарушение европейских ограничений и ввести санкции. В частности, за идущий через Китай поток товаров, который Россия применяет для производства вооружения. В ближайшее время чиновники Евросоюза намерены проинформировать Пекин о дополнительных ограничениях. Отмечу ранее, ЕС уже пытался наказать нарушителей и даже внес в 13-й пакет санкций 3 китайские, 1 гонконгскую компанию. Однако, в результате активного лоббирования со стороны Фукона, тогдашнего посла Китая при ЭС, многие компании были исключены из итогового списка. Несмотря на обещания китайских чиновников прекратить реэкспорт, эта практика продолжилась. Теперь Евросоюз решительно настроен наказать многие компании КНР за помощь России в войне против Украины. Наказать? Каким образом, если это не банковская сфера? Возможно ли еще какие-либо рычаги со стороны Запада, чтобы влиять каким-то образом на Китай в его попытках помогать российской военной машине? Ну это же в первую очередь, конечно же, банковские рычаги, ну и потом тоже же ограничения на экспорт неких запчастей. Просто если говорят, что Китай это центр электроники, но все равно некие части экспортируются тоже со стран Европейского Союза. И ограничение на экспорт запчастей тоже будет хорошим рычагом наказания для Китая, поскольку тогда будет разорван механизм создания этих установок. Мы говорили о Центральной Азии как неком тоже таком перевалочном хабе для поставки товаров двойного назначения. Но ведь смотрите, Китай, он уже неким образом присоединился, несмотря на свое участие в СНГ, других формированиях Евразии с Россией. Тем не менее присоединился к западным санкциям. Кто вот, по вашему мнению, какие страны Центральной Азии, так сказать, по старой памяти советской, до сих пор служат этим хабом поставок военных товаров для России? И можно ли как-либо на их влиять, ну хотя бы по примеру Казахстана? Ну знаете, конечно же, Россия имеет очень такие уже исторические отношения с странами Центральной Азии. И, конечно же, страны Центральной Азии поддерживают Россию и делают поставки или уже запчастей, или уже целых военных обстановок. Конечно же, официально на сторону России страны Центральной Азии не встают, поскольку мы видим момент, когда идет действительно борьба о цивилизации. Поэтому этот процесс остается такой более, наверное, закрытый, и когда страны стараются балансировать. Конечно, уже есть случаи, когда тут же Казахстан, Таджикистан и другие страны уже передавали свои устройства, и об этом уже сообщалось в СМИ. Ну а, конечно, уже закрытые исследования, открытые осчеты показывают более глубокое сотрудничество практически с большим количеством стран Центральной Азии, к сожалению. Раз мы уже заговорили о Китае, то давайте я вам процитирую, как об этом пишет Институт изучения войны. Китай меняет риторику о войне России против Украины. К такому выводу аналитики Института изучения войны пришли после заявления официального представителя МИДа КНР Ван Венбиня. Во время визита госсекретаря США в Пекин он переложил ответственность за российскую агрессию на страны НАТО. Таков был его ответ на угрозы Антони Блинкина ввести санкции против Китая за поддержку российской оборонной промышленности. Громкое заявление Ван Венбиня уже подхватили Москве. Аналитики считают, что Кремль может использовать его, чтобы заявить о поддержке Китая, России в войне против Украины. Заявление Вана заметно жестче, чем предыдущее заявление КНР о вторжении России в Украину, в которых КНР изображалась как объективный и беспристрастный посредник в будущих мирных переговорах между Россией и Украиной. А кремлевский новостной ресурс ТАСС интерпретировал заявление Вана как возложение прямой ответственности за российское вторжение в Украину на НАТО. Из сообщений Института изучения войны. Мы несколько удалились от Ирана, но давайте вот с вашей точки зрения, смотрите, ни для кого не секрет, что сильная Россия Китаю не нужна, такой серьезный экономический, так сказать, соперник в регионе. Но, тем не менее, Китай поддерживает российскую военную машину, так или иначе. Вот как эти два понятия, вот на ваш взгляд, можно соединить, что Китаю выгодна эта война, это ослабление России, если вот говорить по-китайски, как вы считаете? С одной стороны, мы действительно имеем случай, когда война России с Украиной для Китая может быть даже выгодна, поскольку действительно идется ослабление России. С другой стороны, мы тоже понимаем, что отношения Китая и России, они сложные. Конечно, страны сотрудничают по многим направлениям, есть большое количество проектов, но с другой стороны, Китай тоже дорожит все-таки отношением с внешним миром, с европейскими странами. Ну и даже вот заявление в США, оно означает, что то, что делает цивилизованный мир, важен для Китая. Поэтому, с моей точки зрения, несмотря на вот такую риторику за последнюю неделю, ну и, конечно же, работу российской пропаганды, которая мессимпретирует слава лидера Китая, все-таки Китай будет продолжать держать более нейтральную позицию в этих сложных отношениях и в войне Украины и России. Светлана, давайте все-таки закончим наш разговор тем, с чего в моем начале все-таки начали Ираном. Из-за санкций. В Иране инфляция, падение курса на нацвалюты, санкции все усиливаются. К тому, что Иран сотрудничает с Россией в ее агрессии против Украины, этот удар по Израилю произошел. То есть, как эти санкции в целом на экономике Ирана могут отразиться? Сможет ли он, так сказать, воевать на два фронта и, с другой стороны, поддерживать собственную экономику? Ну, задание санкций ослабевать государство, да, и когда сейчас мы имеем дело с комплексными санкциями европейских держав и Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, конечно же, санкции должны ослабить государство Ирана, ограничить его возможности производить баллистические ракеты и летательные аппараты, и, конечно же, значительно уменьшить, ослабить экономику Ирана, что по факту будет означать невозможность Ирана вести войну на два фронта, и, конечно же, ограничить возможности Ирана поставлять установки в России. Светлана, спасибо огромное, что присоединились к нашему эфиру. Светлана Ковальчук, кандидат политических наук, исполнительный директор форума «Ялтинская европейская стратегия», была на связи с нашей студией. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.